Приветствую вас. Ну, что хочется вам сказать для начала. Стас отключается в том, что почему вот есть дружеские отношения, да, добрые, доверительные, теплые, но нету вот этой вот готовности, нету сил для того, чтобы перейти на новый уровень. А вот понимаете, понимаете в чем дело? Каждый из людей, каждый из вас, да, боится, боится перемен в своей жизни. И по большому счету, что-то мне подсказывает, что перемен больше боится именно мужчина, а не вы. То есть вы сами, возможно, перемен боитесь не так сильно, но просто потому, что вы женщина. А мужчина как-то боится перемен сильнее, потому что он мужчина. И вы не знаете, как сделать так, чтобы мужчина не боялся этих самых перемен. Вот вы здесь пишете, значит, может быть, я неправильно себя веду. Да, скорее всего, вы ведете себя именно неправильно. Вы не можете, да, понять мужчине, что вы именно та женщина, которая ему нужна. И вполне возможно, что вы не даете ему до конца подсчетовать себя мужчиной. То есть другом, да, доверительным человеком, да, человеком, ну, добрым знакомым, да, но не мужчину. И вот мужчине ему у себя и необходимо подсчетовать. А для этого от вас требуется определенное поведение, что в свою очередь предполагает уже вами изучение и более лучшее понимание, собственно говоря, этого человека. И вот только так, только через подобную конструкцию, можно говорить о том, что у вас действительно получится что-то сделать с этими отношениями и вывести их на новый уровень. В другой стране, не допускали ли вы тот факт, что любви, например, у мужчины к вам нет? Как вы характеризуете свое чувство, любовь ли это или что-то, что-то, как вы понимаете любовь, как мужчина вас понимает любовь. Вот все это довольно важные моменты, ну, на которые, скорее всего, вы не обращаете внимания и не могли обращать внимания именно в силу, так сказать, того, что вы находитесь непосредственно в этих самых отношениях. Очень важную роль играет ваша деятельность, которая вас объединяет, то есть наличие общего у вас, то есть как много этого общего, как много вас объединяет, не слишком ли много? И как вы используете, вот, то есть для вас объединяет. Потом, для чего вам отношения выводить на новый уровень? То есть если у вас есть, например, чувство к нему, что вам мешает сказать ему об этих чувствах и, собственно, все. Если вы говорите, что, сейчас открою, чтобы не ошибиться, не дай бог, если вы говорите, что вам-то 50, то это явно не тот возраст, когда уже можно стесняться и чего-то бояться, да, и как-то вот быть неуверенным в себе и неуверенной в себе. И если вы хотите вывести ваши отношения на новый уровень, то при условии, что вами движет любовь, вами движет чувство, возникает вопрос, а что мешает? Что мешает именно вам сделать первый шаг? Установка взглядов, страхи, предубеждения, какие-то, может быть, я не знаю, предпочтения по отношению к мужчине, может быть, что-то еще. То есть вот это все, тоже очень важный момент, и с ним, с этим моментом тоже нужно разбираться, потому что складывается у меня такое ощущение, впечатление, что, ну вот, знаете как, вы хотите отношения на новый уровень поднять, а мужчина вот как-то или не очень, или, может быть, он недорог, не торопится, или, может быть, его и так все устраивает, а вы как-то вот не готовы принимать то, что его все устраивает, понимаете? И тогда уже возникает логичный вопрос о природе ваших чувств, то есть, что это за чувства такие, если вам не хочется принимать мужчину и то, что он вам дает. То есть, когда любишь, принимаешь все от человека. Не важно, как он к вам относится, главное, что вы к вам относитесь хорошо и старайтесь померить сил, делать его счастливым. А если же вам нужно выводить новые отношения на новый уровень, чтобы что-то, то вполне вероятно, что в этом и заключается проблема именно с вашей стороны, что для вас это чрезмерное значение имеет с точки зрения отношений, а мужчина как бы совершенно по-другому воспринимает значимость этого самого нового уровня. И тогда мы говорим с вами о потребностях в новом уровне с вашей стороны и про обязанности на этом новом уровне с его стороны. И как бы возникает такое вот неравноправие, которое в свою очередь и приводит к тому, что ваши отношения тормовятся. И здесь на самом деле только с вашей стороны нужно встать в равную позицию с мужчиной именно вот во взглядах в отношении к этому самому новому уровню. То есть где-то не исходите с того, чего хотите вы и для чего хотите вы и что вам мешает это реализовывать. В первую очередь, но в том, что вы вот объективно на поверхности буквально себя неправильно ведете, это совершенно очевидно, потому что веде вы себя правильно, но мужчина бы уже давно бы либо дал вам понять, что вы интересуете его как друг только, либо начал бы ухаживать за вами явно никак за другом. Вот. Ну, поведение ваше можно скорректировать, оно вполне возможно неправильно сложилось, исказено у вас, исказено у вас. Вот. С этим можно работать, это можно менять. Это зависит от вашего желания. Если оно будет, пишите в личку, я вам с радостью помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...